Пятые молодежные спортивные игры по летним олимпийским видам спорта стартовали в Казахстане. Соревнования по 6 из 36 дисциплин пройдут в Шемкенте. В третий мегаполис страны съедутся спортсмены по пулевой, стендовой и стрельбе из лука, гимнастки, бадминтонисты и гонболисты страны. По итогам этих спортивных молодежных игр будет сформирован составы национальных сборных по видам спорта, которые будут представлять нашу страну на международной арене. Естественно, это способствует развитию массового спорта в нашей стране и повышению спортивного мастерства наших спортсменов. Все соревнования проходят с учетом санитарной и психологической ситуации в регионе и, соответственно, без зрителей все соблюдаем, все меры соблюдены. Это первый большой республиканский турнир после пандемии коронавируса. Тренеры не скрывают, многие спортсмены за время карантина потеряли былую форму. Ну, во-первых, мы все сидели, весь Казахстан сидел на карантине ровно 4 месяца с перерывами. Но для нашего вида спорта это очень тяжело, потому что дома все не сделаешь, что что-то мы делаем в зале. Поэтому сейчас о чем-то говорить это еще рано. Мы должны поехать на несколько турниров, посмотреть в какой она будет физической форме и не только она. Потому что за этот год многое изменилось. Может, другие дети подтянулись, я же сейчас не могу сказать. Это молодежные игры, первые соревнования республиканские в этом году. Поэтому это очень радует, что они проходят у нас в городе. И они будут 4 дня длиться. И я, как главный тренер, я посмотрю на всех детей, взрослых, имеется в виду, кто может бороться за лицензию олимпийскую. У нас будет в мае или в июне, пока еще сроков точных дат нет. Соревнования в Шемкенте продлятся до конца июля. Первыми выступают пулевики. Параллельно пройдут соревнования по художественной гимнастике. Молодежные и спортивные игры в Казахстане проводятся раз в 4 года.